Украинские защитники успешно применяют боевой октокоптер Р-18, созданный волонтерами аэроразведки из подручных средств. Р-18 имеет радиус действия 4 километра, может находиться в воздухе 40 минут и поднимать 5 килограмм свободно падающих бомб на высоту до 300 метров. За счет такой высоты полет дрона на земле не слышно. Боекомплект дрона составляет две бомбы, которые он сбрасывает по очереди. В качестве бомб используются советские кумулятивные противотанковые гранаты РКГ-3 или созданные на их основе украинскими оружейниками бомбы РКГ-1600. РКГ-3, она же ручная кумулятивная граната, предназначена для поражения танков, самоходных установок и других бронированных машин, а также для разрушения оборонительных сооружений. При попадании в цель происходит мгновенный взрыв, и кумулятивная струя пробивает броню толщиной до 150 миллиметров. Масса гранаты 1 килограмм 70 грамм. Она была принята на вооружение еще в 1950 году и существует в трех модификациях с увеличенной бронепробиваемостью до 220 миллиметров. Бомбы РКГ-1600 уже украинского производства, имеют массу 1 килограмм 600 грамм и более адаптированы для скидывания с высоты 300 метров. При этом точность попадания составляет 1 метр. По сути это та же РКГ-3, только модернизированная под бомбометание. Бронепробиваемость в 220 миллиметров обеспечивает уничтожение практически любой бронированной техники противника, так как техника поражается сверху, где броня самая тонкая. При стоимости дрона всего 20 тысяч долларов, он успешно уничтожает различную технику и живую силу противника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...